Всем привет, и мы продолжаем игру Черепашки и Ниндзя Легенды, и сегодня у нас испытание класса Эксперт Армагеддон. В этом испытании 6 эпизодов, ограничено количество героев, участвуют Черепашки из мультика Космо Черепашки, Эйприл Анил, Эйприл Кунаичи, кроме того Кейси Джонс, Армагон и Нейтрализатор. И для первого сражения давайте-ка посмотрим битву двух космических воинов. Итак, Нейтрализатор против Армагона. В компании с Белканоидами. Ну что ж, здорово, итак, давайте-ка начнем битву и посмотрим, что из этого получится. Армагон сразу же кусает нейтрализатор, тот неплохо держит удар и использует хвост-телепорт. Мощный удар и помощник Армагона Белканоид уничтожен. Здорово. Вот дальше пытается атаковать Белканоиды. Вот, друзья, кто по мультнику помнит, вот Белканоиды это белки, которая съела мутаген и потом начала вот вселяться в тела других героев и из них получались вот такие вот монстры. Что ж, продолжаем битву и нейтрализатор метает диски и уничтожает очередного Белканоида. Неплохо, кстати, враги наложили на нашего нейтрализатора герой негативный эффект, постепенный уменьшение здоровья. Это, конечно же, не очень здорово. И смотрите, что еще делает Армагон. Он грызет нашего Белканоида. Что ж, применяем экстренное оружие и нейтрализатор стреляет из ракетницы. Мощный удар. Помощники Армагона уничтожены. Он неплохо держит удар, но от нейтрализатора так просто не уцелеть. Мощный выстрел. Вот, а Армагон, в свою очередь, сбрасывает на голову нейтрализатора огромный метеор. Вот, пытаясь уничтожить нашего союзника, вот налаживает еще раз негативный эффект. Но нейтрализатор, стреляя плазменной пушкой, добивает противника. Да, это победа. Что ж, битва космических монстров получилась классной, прикольной, забавной. И мы идем с вами дальше. И да, самая главная наша награда 2 ДНК Армагеддона. Армагона, прошу прощения. Что ж, следующий эпизод. И раз уже у нас такое пошло, друзья, вот космическое сражение, давайте-ка для второго эпизода я возьму Армагона. Нашего. И посмотрим, как он справится с вражеским. Отлично. Итак, кто же оригинал, кто клон? Первым делом, попытаюсь уничтожить одного из белканоидов. Вот, особая атака Армагона. Грызет, грызет и загрызает белканоида. Конечно же, наш Армагон намного сильнее, но и вражеский непрост. Вот, противник продолжает атаковать. Армагон забрасывает нашего Армагона ракетным ударом. Ну, а я в свою очередь тоже могу забросать вражеского героя ракетами. Взрыв. Удалось сбить броню. Удалось уничтожить всех белканоидов. И пытаемся добить врага, сбросив на его голову огромный метеор. Мощнейшая атака. Удар-взрыв. И вражеский Армагон уничтожен. Да, это было круто. Это было здорово. Хорошая победа. Хороший бой. И мы идем с вами дальше. Супер. Ну что ж, друзья. Итак, давайте-ка перейдем к следующей битве. Третий эпизод. Вот, я думаю, друзья, взять на него либо Кейси Джонса, либо две Эйпель. Мне кажется, так будет здорово. Но давайте-ка посмотрим, удастся ли Кейси Джонсу справиться с Армагоном. Мне кажется, это будет интересная битва. Ну что ж, посмотрим. Итак, Армагон первым атакует и забрасывает Кейси Джонса ракетами. Удалось задеть нашего героя. Ну что ж, и да, давайте-ка, друзья, я сразу же использую массовую гранату. Массовую атаку пытаюсь уничтожить белканоидов и Армагона первым ударом. Ну что ж, напарников белканоидов мы уничтожили, а сейчас пытаемся подорвать Армагона. Итак, шайба взрывчаткой снимает большую часть жизни Армагона. Армагон прокачивает броню. Но Кейси Джонс, используя электроперчатку, электрошокером сбивает броню и ударом клюшки добивает Армагона. Да, это было круто. Это было круто, это было здорово, хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Ну что ж, круто, три ДНК Армагона, и мы переходим к четвертому эпизоду. А вот для четвертого давайте-ка я возьму команду из двух Эйприл. Эйприл Анил и Эйприл Кунаичи против Армагона и его помощников белканоидов. Ох, ничего себе, и Армагон сразу же снимает часть жизни Эйприл Кунаичи. Белканоиды тоже наносят довольно-таки неприятные удары. Я думаю, друзья, здесь нужно будет сразу же применять, возможно, массовую атаку. Кстати, давайте-ка потестируем, сумеет ли Эйприл при помощи телекинеза выбить одного из белканоидов. Да, здорово получилось. Эйприл Кунаичи тоже атакует телекинезом. Вот, неплохо. Ну что ж, чудесно. Тем временем Армагон наносит ракетный удар, снимая часть жизни с нашей героя. Вот, досталось девчонкам. Ну, давайте-ка я их немножко подлечу. Вот, для этого Эйприл Анил использует черепофон, а Эйприл Кунаичи, взлетая вверх цепными молниями, особой способностью перезарядка, поражает оставшийся врагов. Тем не менее, белканоид выживает и сбрасывает на головы девчонок огромный метеор. Взрыв-удар. Итак, здоровье Эйприл Кунаичи просело, и Армагон еще ее кусает. Ну, надеюсь, обычный Эйприл Анил отомстит. Бросок веером, неплохо. Часть здоровья удалось снять. И Эйприл Кунаичи тоже метает веере, но уже при помощи телекинеза. Выживает Армагон, хотя дебаф уменьшения скорости наложен. И Эйприл Анил добивает его ударом ноги, и это победа. Что ж, это было круто, здорово. Вот, великолепно справились девчонки, заработали еще 3 ДНК Армагона, и мы переходим к следующему эпизоду. Враг силен, но я думаю, наши герои должны победить. И для следующего боя давайте-ка я возьму черепашек из мультика, а космос черепашки уже пойдут в финальной битве. Итак, интересный бой. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Вот, довольно-таки серьезный противник. Итак, Армагон сразу же наносит ракетный удар, снимая часть жизни с нашего отряда. Мстит Раф. А вот Микеланджело из мультика тем временем прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Что ж, неплохо. Еще один из белканоидов атакует, но, как видите, удары проходят мимо. И Раф сразу же контратаками снимает часть жизни, а одного из белканоидов вообще выбил. Вот, супер. Ну что ж, Лео взвязывается в битву и ударом Катаны с разворота поражает и выбивает очередного белканоида. Раф мультяшный тем временем привлекает внимание к себе, вызывая на бой белканоидов и Армагона. А Дони мультяшный прокачивает дополнительную защиту, используя электронные устройства. Итак, вовремя мы это проделали, хотя сейчас посмотрим, что делает Армагон. Он грызет беднягу Рафа, Раф выживает, контратаку и снимает броню. А Микеланджело использует дымовую бомбу. Мощный удар, бросок, взрыв и под покровом теневой защиты он выбивает очередного противника. Что ж, это было круто, здорово. Вот, Раф уничтожает очередного врага и у нас остается только Армагон. Ну что ж, давайте-ка используем супер атаку Лео из мультика. Превращаясь в стальной торнадо, он наносит серию мощнейших ударов. Вот, Армагон выживает и даже прокачивает броню. Вот, но я не думаю, что это ему поможет. Итак, давайте-ка я усилю нашу атаку и посмотрим, что из этого получится. Да, благодаря ярости Рафа нам удается снять часть здоровья Армагона. Вот, и попытаемся забрать и ссать его сюрикенами. Проходит атака Донии, мультяшного, отлично. Вот, Микеланджело тем временем решил перекусить пиццей и подлечить и усилить наш отряд. Супер! Итак, отряд восстановлен. Армагон пытается что-то кусать, но Раф, контратакуя, снимает еще часть жизни. Вот, Лео тем временем опять же усиливает, укрепляет наш отряд благодаря медитации. Ну и давайте-ка сейчас попробуем уничтожить Армагона. Да! Контратакой Раф уничтожает этого противника и мы получаем победу. Просто-просто супер! Ну что ж, здорово! Итак, друзья, давайте-ка соберем нашу награду 4 ДНК Армагона и возьмем, сразимся уже космочерепашками с финальной командой Белканоидов плюс Армагон. Итак, Микки, Лео, Раф и Донии космические против Армагона и его союзников Белканоидов. Итак, посмотрим, что мы можем сделать. Очень, чувствую, будет непростой бой. Армагон кусает Микеланджело, снимает часть жизни. В свою очередь, Микеланджело пытается при помощи лазерных танфук запинать Белканоида. Очень мощная атака. И что же? И первый Белканоид уничтожен. Отлично! Дальше мы укрепляем наш отряд благодаря особой технике Лео Космического. Он использовал образ Капитана Раяна, любимого героя из сериала. Вот, отлично. Итак, защита неплохо держит удары. Но Белканоиды продолжают атаковать. В свою очередь, Косморав, используя бластер, пытается уничтожить очередного врага. Итак, что же Белканоид? Да! Итак, без проблем уничтожаем и этого противника. А дальше я уже подключаю Дони. Выстрелом из груди, где вмонтирована у него лазерная пушка, он поджаривает очередного монстра. Здорово! Итак, Армагон в ярости забрасывает наш отряд ракетами. Вот, кстати, досталось немножко нашему отряду. Что ж, ничего страшного. Итак, натравливаем космический маффин на последнего Белканоида и потом уже попробуем справиться с Армагоном. Мощная атака и Белканоид выживает. Что ж, ничего страшного. Я использую вот сейчас атаку из смолок космоса. И Лео космический призвал корабль фугетоида уничтожает Белканоида и разбивает броню Армагона. А дальше мы попробуем его поджарить при помощи огня детеныша космической черепашки. Итак, Чомпи поджаривает Армагона. Он неплохо держит удары. Ну, тогда, возможно, больше нанесет повреждение Метеор, который сбросит ему на голову Дони. Итак, Космодони сбрасывает Метеор. Здоровье Армагона просело и у него появился негативный эффект дебаф уменьшения защиты. Кроме того, надеюсь, что массовая атака Микеланджело Космического, который он использует, как видите, подбросил коробку с чипсами Криса Брэдварда, выстрелил и лазерные лучи нанесли довольно-таки неплохой урон. Больше половины здоровья Армагона уже просело. Лео еще больше усиливает разрез, вот разрыв. А Раф космический использует лазерный Тонфу как склыст, добивает Армагона. И это победа. Ну что ж, просто-просто великолепно. И да, друзья, сегодняшние испытания пройдено. Наша награда это 4 ДНК Армагона. Супер. Итак, удалось нам пройти Армагеддон. Вот на этом, друзья, сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч.